Ну так, чуваки, чем займёмся сегодня? Нужно дать должное Свиту, он первый раз заходит в сам. Эй, чё ты сказал? Ты хочешь сказать, что я неудачник, что ли? Это вот игра в КРМП. А ну, повторись, учёный. Да я прикалываюсь! Ха, корень! Ха, кар, братан, держи, чувак, причиню. Мы пойдём на резон только в том случае, если нас игровая судьба закатит в Клэкинг Бэйл, и я накуплю очень много всякой еды. Ха, такого не будет! Да, в натуре, кто повлияет на наши игровые судьбы? КРМП? Острая курочка, мне кажется, сегодня в моей заднице, ха. Так, в общем, я буду одну острую курочку, залитой в мексиканском соусе очень острой начинкой. Эээ, 4, 5 или 10 картошек фри и 13 тысяч бургеров, я б твою мать. И для моих друзей заверните ещё десяток. Хе-хе. Сори, братан, но теперь ты в КРМП, походу, не играешь. Да я понял тебя, кореш. Промокод HIK, на шестом левеле вводим, и получаем 200 тысяч. Я понял, я понял. Всем привет, ребята, с вами снова HIK, и в новом видеоролике я хочу вам рассказать о пяти персонажей в GTA San Andreas, которые, по моему мнению, были недостаточно раскрыты в ходе сюжета игры. Они упоминаются лишь пару раз в тех или иных диалогах, но, тем не менее, они сыграли очень важную роль в самой игре. Я надеюсь на вашу поддержку в виде лайка, а также в комментариях напишите свой личный топ-5 малоизвестных персонажей в GTA San Andreas. Я всё почитаю, пролайкаю, приму к сведению, и, возможно, вторая часть данного топа не заставит себя долго ждать. Итак, приятного просмотра. Беркли является заклятым врагом мистера Зира. Каждый из них имеет свой магазин по продаже электроники San Fierro. Как только Беркли возвращается с San Fierro, он запускает полномасштабную атаку на магазин Зира. Но все атаки удается передотвратить. Позже бизнес Беркли подвергается атаками и самого Зира, вместе с Карлом. После длительной войны Беркли всё же показывает белый флаг, и сдается, потеряв почти всё. Несмотря на это, он продолжает своё соперничество с Зира. Место нахожения Беркли остаётся неизвестным. Но позже он сообщает Зира о ограблении казино Каллигулы, запланированным Карлом Джонсоном. Он предупреждает полицию, которая штурмует казино, когда Карл и его команде удают спорюнуть половину дела. Однако пакость Беркли не увенчалась успехом, так как CJ и его команде удалось скрыться вместе с награбленным. После этого об этом персонажа нигде не упоминается, а жаль. Кэндал Джонсон, единственная сестра Карла и Свита Джонсона. Вероятно, именно этот факт заставляет обоих братьев сильно переживать за её судьбу. Также она является подружкой Цезаря Лепанда, конкурирующей бандой ацтеков. Сюжетная линия показывает, что чувства, вспыхнувшие между Кэндалл и Цезарем, это самая настоящая любовь. Этот факт сильно обескураживает Свита, который очень однобоко смотрит на ситуацию, из-за чего с Кэндалл у неё часто вспыхивают постоянные ссоры. Карл же, напротив, со временем проникает с уважением к чувствам сестры, а Цезаря даже становится его лучшим другом. Далее Кэндалл занимается тем, что помогает Карлу в сведении его бизнеса в Сан-Фьерро и Лас-Вентурас. Джимми Эрнандес Эрнандес приходит работать в полицию, желая стать честным полицейским, но судьба его связывает с коррумпированными полицейскими Темпенни и Паласки. Однажды Темпенни и Эрнандес сидели в полицейской машине в восточной части Лос-Антоса, и у них произошел спор. Эрнандес никак не мог решить, посадить ли мужа, избивавшую свою жену-наркоманку, или позволить мужу уйти безнаказанным за избиение жены. Темпенни говорит, что если он не может уладить такой случай, то как он справится с наркоторговцами, гангстерами и психопатами, с которыми Темпенни имеет дело каждый день. Позже в доках под давлением Эрнандес вынужден убивать офицера Пэдбилберри, бывшего напарника Темпенни и Паласки, и после этого окончательно попадает под полное влияние Темпенни. Через некоторое время ему надоело терпеть все дела Темпенни и Паласки, и он решает сдать их дела в ЛСПД, за что потом и умирает. В заключении скажу, Эрнандес был хорошим полицейским, желавший избавить мир от преступности и наркотиков, а не управлять им, как это делает Темпенни. Переначально он принял идею Темпенни управлять преступным миром, а не бороться с ним. Вероятно, из-за страха или давления, но позже осознал свою ошибку и попытался помочь Джонсону, пусть и заплатив за это своей жизнью. Брайан Джонсон, самый младший сын семьи Джонсонов. Брайан умер в 1987 году. Причина его смерти так и не была раскрыта, хотя подразумевается, что он был убит враждующей группировкой, и Карл присутствовал с ним в момент гибели, но Брайана так и не удалось спасти. На почве этого у двух братьев Джонсонов, Карла и Свита, возникает конфликт. Свит обвинил Карла в смерти Брайана, в результате чего Карл переехал в Либерти Сити. Смерть Брайана играет главную роль в взаимоотношениях Карла и Свита на протяжении всей игры. Ральф Панделберри Один из ключевых, нераскытых персонажей. Панделберри угрожал Темпению Паласки тем, что он подаст жалобу в полицию, где сообщит о преступной деятельности офицеров. Ральф работал в крашу, вероятно, был напарником Темпению Паласки. В ответ на угрозу Темпению и Паласки, вместе с их помощником Джимми Эрнандесом, похитили этот Панделберри, после чего доставили его в закрытое помещение в доках, где Паласки жестоко избил его. Темпение, остановив Эдди, приказал Эрнандесу убить Ральфа, что впоследствии сыграло немаловажную роль в сюжете. После убийства Палделберри, Темпению Паласки и Эрнандес обвинили Карла Джонсона в убийстве офицера Палделберри, что позволило им малипулировать Карлом в течение длительного времени. А на этом топ-5 нераскытых персонажей подходит к концу. С вами был Хик, надеюсь вам видеоролик понравился, если это так, то пожалуйста поддержите меня лайком, напишите комментарий, а мы услышимся с вами в следующем видеоролике. Всем пока!